Как сложилась судьба хирурга Жени Лукашина из «Иронии судьбы» Андрея Мехкова? Чем он занимался все эти годы после феерического успеха первого дня 1976 года, когда легендарный фильм показали по первой программе Центрального телевидения СССР? История Жени Лукашина и его друзей, подруг и невест, с интересом и ностальгией вспоминают и пересматривают многие жители России и постсоветского пространства, особенно те, кто успел застать те времена и понимает, о чем идет речь в этом фильме. Однако сегодня речь не о самом фильме, а о его главном герое, домашнем мальчике Жени Лукашине, которая никак не станет мужем, продолжая жить с мамой. Будущий великий актер родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье далекой от творчества. Отец Василий Дмитриевич, кандидат технических наук, замдиректора Ленинградского полиграфического техникума, а в 54 году он перешел доцентом в технологический институт. Мать Зинаида Александровна, инженер-механик того же самого техникума. Налицо служебный роман, не находите? В школьные годы Андрей больше увлекался точными науками, что и определило выбор первой профессии. Однако участие в школьном драмкружке позволило ему познакомиться с этой не менее интересной стороной жизни, попробовать себя в амплуа актера, причем в главных ролях. После окончания школы Андрей поступает в Ленинградский химико-технологический институт, а после его окончания в 61 году распределяется на работу в Институт пластических масс. Вот только карьера в этой сфере не слишком заинтересовывает юного специалиста. Поэтому, после успешного прохождения трех отборочных туров выездной комиссии театрального училища имени Немировича Данченко, Андрей с удовольствием соглашается пройти обучение на актерском факультете. По одной из версий, на любительский спектакль «Лесная песня», в котором играл Андрей, случайно пришел преподаватель школы-студия МХАТ, который и заметил талант юноши, предложив ему попробовать впечатлить приемную комиссию. В итоге он заканчивает школу-студию МХАТ в 65 году, курс Василия Петровича Маркова, и устраивается на службу в театре «Современник». Одной из первых ролей был дядюшка в спектакле «Дядюшкин сон» по Федору Михайловичу Достоевскому. Среди зрителей также случайно оказался Лем Климов, искавший актеров для ленты «Похождение зубного врача». Игра Мягкова настолько впечатлила режиссера, что тот, не задумываясь, предложил ему главную роль – врача Сергея Чеснокова. Так состоялся дебют в кино, практически одновременно с театром. Фильм вышел в этом же 65 году. Вот только картину, за пародию на советскую действительность, цензура допустила только в ограниченный прокат, а потом и вовсе положила на полку на долгие 20 лет. Тем не менее, страт карьере был дан. Первые роли в кино не приносили актеру славу, хотя роль в ленте «Братья Карамазова» привлекла внимание к нему как киноактеру. А вот в театре дела складывались куда успешней. Драматические роли прекрасно удавались Андрею, что сейчас сложно представить с учетом его кинопопулярности. Головокражительный успех Мягкову перенесла роль Жени Лукашина в новогодней ленте «Ирония судьбы» или «С легким паром», вышедшая на телеэкраны вечером 1 января 1976 года. В этот день фильм, по оценкам, посмотрели около 100 миллионов зрителей, поэтому Андрей буквально за один вечер стал настоящей звездой. За эту роль Мягков получил почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» и «Государственная премия СССР», так как фильм понравился Бережневу, который не заметил в нем ни пропаганда пьянства, ни пороги на супружескую измену. Кстати, сам Андрей признавался в интервью, что сам он прохладно относится к алкоголю и терпеть не может бани. Работа с Эльдаром Рязановым настолько понравилась Андрею Мягкову, что сотрудничество было продолжено. В 1977 году снимается служебный роман. В роли Анатолия Новосельцева снова Андрей Мягков. И эта роль принесла не меньше славы и известности, чем роль Жени Лукашина. В 1978 году фильм стал лидером проката в СССР. Его посмотрели более 58 миллионов человек. Согласитесь, это же серьезно, это всенародная известность. Потом были роли в таких фильмах, как «Гонки по вертикали», «Послесловие», «Жестокий романс», «На дерибасовская хорошая погода». А апофеозом можно считать ленту «Ирония судьбы продолжения», о которой Мягков мечтал очень долго. Вот только Эльдар Рязанов не хотел снимать ни продолжение, ни ремейк одного из популярнейших советских новогодних фильмов. Зато на это пошли Константин Эрнст и Тимур Микмамбетов. Правда, сценария Мягкова в этом фильме мало что осталось, но это уже лирик. Личная жизнь Андрея Мягкова – это пример успешного брака. Юный Андрей увидел Анастасию Взнесенскую, будучи студентом школы-студии МХАТ, причем ему было 23 года, ей 17. С тех пор пара живет более 50 лет, практически не расставаясь друг с другом. Они вместе служили в «Современнике», потом вместе перешли во МХАТ. Даже в фильмах нередко снимались вместе, так как Мягков часто требовал от режиссеров хотя бы кадр с участием его супруги. Вот только знаменитый под стать мужу Анастасии так и не стало. Творческие неудачи буквально преследовали ее. Детей у супругов не было, поскольку выбор был сделан в пользу карьеры. Андрей Мягков не только знаменитый актер и режиссер. На его счету три детективных романа, написанных для развлечения любимой. Причем книга «Сивый мирин» была экранизирована. Помимо этого он увлекается живописью, пишет портреты. В последние годы супруги уединенно живут в загородном доме и практически не появляются на людях, отказываясь от интервью и участия в светских тусовках. Да и здоровье уже не то. С больным сердцем шутки плохи. Давайте пожелаем Андрею Васильевичу здоровья и долгих лет жизни. А буквально через несколько дней, 31 декабря, по телевизору опять покажут его молодым и полным сил. Ведь какой Новый год без иронии судьбы? А каким вам запомнился Андрей Мягков? Напишите об этом в комментариях и не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.